Ну а для тех, кто уклоняется от военных сборов, введут новый штраф. 50 тысяч рублей должны будут заплатить граждане, которые отказываются от участия в военных сборах. Подробнее об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Тех, кто уклоняется от военных сборов, будут штрафовать. Минобороны выступила с инициативой наказания для резервистов до 60 лет и служащих по контракту. Штрафом в 50 тысяч рублей будут облагать тех, кто пытается избежать военных сборов. К такому нововведению разработчиков подтолкнула высокая степень отказов от участия в сборах. Чтобы исправить такое отношение к военной службе, Минобороны также предлагают возложить на губернаторов и мэров обязанность руководить призывными комиссиями. К комплексу ГТО снова быть. С инициативой возвращения к жизни программы физподготовки еще два с половиной года назад выступил президент Владимир Путин. В прошлом году указ о возрождении ГТО был подписан, а сейчас поправки в закон о физкультуре и спорте официально приняли в Государственной Думе. Согласно внесенным изменениям, комплекс ГТО включает в себя нормативы испытаний. Сдавать их будут на добровольной основе и только при наличии справки о прохождении медосмотра. Требования установлены по трем уровням сложности. За сдачу нормативов будут выдаваться золотые, серебряные и бронзовые значки. Паспорт, сгоревший на пожаре, можно будет восстановить за один-два дня. В Госдуме рассмотрят законопроект, который позволит вернуть все документы, уничтоженные в результате чрезвычайных ситуаций, таких как, к примеру, пожар. Авторы законопроекта предлагают, чтобы пострадавшим выдавали паспорт в течение пары дней. Для этого достаточно будет прийти в миграционную службу лишь со своими фотографиями. А нужные отметки о браке и детях в паспорте появятся, когда человек подробно расскажет про себя. Восстановить ИНН, водительские права и прочие документы можно будет также без волокиты.